Проект подготовлен по заказу Национального агентства по технологическому развитию при поддержке Министерства по инвестициям и развитию. Я приветствую вас! Вы смотрите Инновационный форсаж. Мы преодолели более 10 тысяч километров и приехали в Актау, жемчужина Казахстана. Вообще Актау уникальный город, потому что, во-первых, здесь совершенно нет пресной воды. Город пьет, вы только задумаетесь, город пьет морскую воду, которая проходит опреснение, то есть она становится пресной. Во-вторых, на земле Мангышлака совершенно ничего бы не росло, если бы не человек. Все деревья, кустарники, все это растет здесь только благодаря человеку. Ну и в-третьих, город уникален еще тем, что это самый молодой город в Казахстане. Он был построен в 1963 году. И 1963 года, начиная питерские, санкт-петербургские, архитекторы проектировали этот город. Поэтому он такой не похожий ни на один город в Казахстане, не похожий в принципе ни на один город. И многие сравнивают его даже с турецкой Анталией. Я думаю, что у города большое будущее именно туристическое. Давайте посмотрим, какие здесь есть красоты и насколько он на самом деле прекрасен. Порт Актал расположен на восточном побережье Каспийского моря. Это единственный морской порт Казахстана, который служит для международных перевозок различных сухих грузов и нефтепродуктов. Кроме того, здесь очень много пляжей, ночных клубов и других развлечений, которые привлекают в Актал не только местных казахстанцев, но и гостей из ближнего зарубежья. История города Актал интересна еще и потому, что это самый молодой город в Казахстане. Кстати, в этом году ему исполняется 50 лет. А город зародился из поселка Акталский, потому что само название Актал переводится как «Белая гора». Как вы знаете, здесь нет ни одной ни белой, ни черной, никакой горы. Поэтому, когда было принято решение о строительстве здесь атомного щита, целого комплекса по добыче, переработке урановой руды, было решено создать город для того, чтобы кто-то работал на этом самом предприятии. И вот город назвали как раз-таки Актал, а точнее, с 1963 по 1991 сам город назывался Шевченко в честь известного поэта Тараса Шевченко, который находился в ссылке в Казахстане. И вот уже в 1991 году городу возвращено его историческое название Актал. Очень хотелось осмотреть весь город, как следует почувствовать его атмосферу, но плотный рабочий график не мог ждать. Мы приехали в Актал прежде всего посмотреть, что приготовили для участия в конкурсе «Ни-50к» местные новаторы. И самое интересное мы, конечно, покажем вам. Путешествие по стране в поисках лучших инновационных идей подарило нам много открытий, и сегодня пришла очередь участников из Актал бороться за выход в финал с общим призовым фондом 11 миллионов тенге. Знакомьтесь, Бауржан Мухаммед. На конкурс он пришел с уникальным интерактивным макетом. Уникальность в этом макете есть, если там, что там происходит на земле, короче, как добывается нефть на пласте, все это видно в анимационном виде электронной планшете вот здесь. И из скважины нефть, куда уходит, и промежуточная, где нагревается. Здесь происходит трехфазная сепирация нефти, газа и воды. Все это показано на проекционном экране. Прямо проектируется на экране макета. В таких городах, как Актау и Атырау, там, где высоко развита добыча нефти, этот ноу-хаус станет очень полезным. Ведь с помощью него само понимание работы скважины и технологии добычи станут намного понятнее начинающим специалистам в том числе. Кстати, об Атырау. Этот город не менее красив и гостеприимен, чем Актау. Словно караван верблюдов, наш инновационный автобус прибыл в 14-й город по счету. Это город Атырау. И коль мы в каждой программе рассказываем вам историю того города, где бываем, позвольте я продолжу эту традицию. Дело в том, что Атырау изначально вообще история города очень интересна, потому что он, как и многие города нашей страны, переименовывался неоднократно. Так вот, все началось в 1640 году. И основал здесь даже не город, а деревянный рыбацкий острог Гури Назаров. Запомните это имя. Уже после, в 1648 году, 8 лет спустя, царским указом решено было здесь создать уже каменный городище, каменный город, и появился город, который назвали Яицкий, Яицкий городок. Позже на месте современного Уральска появился еще один Яицкий городок. И чтобы их не путать, решено было называть Атырау, точнее Гугурьевский, нижнем Яицким или Усть-Яицким. Но уже когда в начале 19 века решено, что город начал расти, началась разработка нефти и газа, соответственно, город стал действительно приобретать масштабы города. Ему решено было дать название город Гурьевск. Или как изначально все это пошло. Однако в 1991 году с обретением Казахстана независимости городу Гурьев было решено дать название Атырау. В Атырау многие предложения местных новаторов тоже были связаны с добычей нефти. Например, Ерлан Ургалиев представил уникальную видеокамеру, которая способна добираться до самых глубинных участков скважины, чтобы оценить состояние оборудования и следовать его на возможность потенциальной аварии. Как вы заметили, тут есть регистратор, который не дает создавать помехи на глубине 4-5 более километров. Нужны очень качественные регистраторы, чтобы была четкая съемка. А уже дальше можно с помощью современного персонального компьютера отформатировать, прибавить свет, унизить свет или улучшить качество этого видео. Каждый тут записывается, при помощи этой камеры записывается разные видео и составляются разные кадры этого видео. Потом это все вмещается в один файл видео, при котором уже идет дальнейшее исследование этой скважины. Тянет ли этот проект на 11 миллионов тенге? Узнаем очень скоро. 4 сентября на телеканале Хабар не пропустите. Первый выпуск реалити-шоу «Инновационный форсаж». Закончив работу в Атырау, мы отправляемся дальше впереди. Более 500 километров и следующий город нашего форсажа – это город Урал. Вообще, наше путешествие на западе было следующим образом. Из Ак-Тубе на поезде мы доехали до Ахтау. Из Ахтау на самолете в Атырау и вновь мы встретились с нашим инновационным автобусом. Я Даниил Батрыбаев, прощаюсь с вами. И помните, что лучшие инновационные идеи делают нашу жизнь интереснее. Всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok